МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скандал в молдавском духове разразился в начале этой недели. В общественном пространстве появилась информация о том, что местные священнослужители, разделенные на группы, поочередно отправляются в Москву, якобы в паломничестве. Однако, на самом деле, как выяснили журналисты, представители церкви едут туда предположительно за инструкциями по проведению очернительной антиевропейской кампании в преддверии референдума по вступлению Молдовы в ЕС взамен на деньги. В митрополии Молдовы действия священников осудили, а в правительстве призвали разобраться, в чем истинная суть подобных поездок в страну, которая ведет агрессивную войну в Украине. К слову, всплывает во всей этой истории и имя беглого политика Илона Шора. В деталях разбирались корреспонденты ТВ-8. О том, что 120 священников, разделенных на группы, отправляются поочередно в Москву, якобы по договоренности достигнуты Илоном Шором совместно с властями Москвы, сообщил интернет-портал «Дискидея.мд». По сведениям журналистов, во время так называемого паломничества священнослужителям будет поручено агитировать против референдума по вступлению Молдовы в Евросоюз. Взамен они вернутся домой с картами «Мир», на которые позже получат деньги. Речь о суммах до 1000 евро в качестве пожертвования на содержание церквей, а также зарплат от Русской Православной Церкви. 20 августа журналисты застали в Кишиневском аэропорту очередную группу, отправляющуюся в Москву. В расследовании диски ДМД отмечается, что первая делегация отправилась в Россию в начале августа и получила там карты «Мир» во время церемонии, организованной в Московской Духовной Академии. Источники Дескиди также сообщают, что каждый приходской священник получает карты, выпущенные промсвязь банком, участникам схемы, посредством которой Илон Шор пытался купить голоса пенсионеров из Гагаузии и Аргеева, в обмен на помощь в размере 2000 леев. Сам беглый политик на момент написания материала информацию не прокомментировал. Авторы расследования также уточняют, что организаторы паломничества протеереи из Ханчешт, Унген, Ниспарен, Камрата, Кагула, Сороки, Единиц. На опубликованной аудиозаписи слышно, как представитель Кагульско-Камрадской епархии призывает священников из Кагула, Камрата, Чемишли и Кантемира отправиться в паломничество. Добиться комментария ни в Кагульской, ни в Унгенской епархиях нам на этой неделе так и не удалось. Диски ДМД также пишут, что в той же схеме замешан и епископ Бельский и Фалежский Маркел, который якобы уже собрал копии паспортов подчиненных ему священников. В своем комментарии, который мы запросили у него самого, его преосвященство был краток. А в распространенном спустя два дня пресс-релизе митрополия Молдовы отметила, что ничего о поездках не знает и в их организациях не участвовала. А священники же, вернувшиеся из Москвы, отрицают, что получили за это какие-либо деньги. Вернувшиеся из Москвы священники отвергли какую-либо финансовую помощь, полученную от принимающей стороны. Митрополия будет внимательно следить за этим случаем и примет все необходимые меры, дабы не допустить вовлечения священнослужителей в политическую или предвыборную деятельность. Мы обязуемся еще раз напомнить священникам об их ответственности сохранять нейтралитет и не участвовать в политических действиях. В правительстве, в свою очередь, отметили, что в ситуации необходимо тщательно разобраться. Церковь отделена от государства, но в то же время есть христианское правило. Никогда нельзя вредить церкви и вере. Очень надеюсь, что священники, которые идут по этому пути, по пути в страну, которая ведет войну на европейском континенте, будут иметь в виду это правило. Даниил Воды отметил важность того, чтобы руководители духовенства представили точную информацию, дабы избежать наличия подозрений, что у священников другая повестка дня, нежели было заявлено. Еще одним скандалом ознаменовалась эта неделя. На сей раз компания Герли Аутомодерни, в чем в ведении находятся все автовокзалы и станции в Молдове, пожаловалась на действия агентства публичной собственности. Оно начало процедуру их возврата под свое управление. В учреждении указывают на несоблюдение договорных обязательств, однако в компании это отвергает и угрожает судом. Кульминацией перепалки стало то, что доступ в офис предприятия оказался закрыт. Между тем, дело дошло до НЦБК. О развитии дальнейших событий в нашем следующем репортаже. Нешуточный накал страстей у дверей офиса Герли Аутомодерни руководство компании выразило недовольство тем, что им запрещают входить внутрь. Поводом послужило распоряжение агентства публичной собственности, которое задалось целью перевести в свое управление автовокзалы. Однако вторая сторона считает, что действия документа следует приостановить, поскольку они оспорили его в суде. Сегодня утром, подойдя ко входу в центральный офис Герли Аутомодерни, мы обнаружили, что замок на двери поменяли. Администрации Герли Аутомодерни доступ в здание закрыт. Мы считаем, что эти действия чрезмерные и незаконные по отношению к частному сектору. В распоряжении АПС отмечается, что мера вступает в силу 19 августа. Причина в том, что компания не представила гарантию исполнения контракта. По договору она должна была вкладывать в модернизацию автовокзалов 5 миллионов в год. В этом контракте предусматривалось, что гарантия исполнения должна вноситься ежегодно. Начиная с третьего года данная гарантия не предоставлялась. Соответственно, агентство публичной собственности направило уведомление о расторжении контракта. Это положение также было строго прописано в договоре государственно-частного партнерства. В компании, в свою очередь, обвиняют государство в рейдерской атаке. Гарантия была представлена, но агентство публичной собственности не приняло ее к сведению. Мы обратились в суд, там уже рассматривают дело. Вот только суд еще не высказался, поэтому налицо нарушение. На данный момент АПС издала распоряжение об одностороннем захвате активов вокзалов. Таким образом, при отсутствии судебного заключения, любые действия АПС считаются незаконными и злоупотребительными. Государство организовало специальную комиссию, которая передаст управление автовокзалами государственной компании «Дирекция Пентру Эксплуатария» и «Мобилулуй». В некоторых моментах представители Гэррили Аутомодерни пытаются запугать членов комиссии. В связи с этим, члены комиссии также обратились с жалобами в полицию. Они имеют полное право обратиться в суд. Мы уверены, что весь процесс законен и прозрачен. Концессионный договор на модернизацию автовокзалов был заключен в декабре 2018-го, когда у власти находились демократы. Согласно документу, подписанному сроком на 25 лет, частное предприятие обязалось за три года модернизировать 30 автовокзалов и автостанций. Любопытно, что общество с ограниченной ответственностью было создано за месяц до этого. С тех пор его учредители неоднократно менялись. Из-за нарушения договора государство решило забрать автовокзалы обратно. В 2024 году компания пыталась оспорить это решение в суде, но проиграла. Несмотря на неоднократные просьбы, Гайрили Ауто Модерни отказалась добровольно сотрудничать, вынудив власти приступить к процедуре одностороннего изъятия. Как решить проблему задолженности по зарплатам на Молдавской железной дороге? Этот вопрос вновь возник на этой неделе. Федерация профсоюза железнодорожников озвучила цифру. 700 уволившихся сотрудников за пять месяцев. Обратились даже к премьер-министру с призывом лично участвовать в разрешении проблемы. Пока оставшиеся железнодорожники в надежде ждут решений, агентство публичной собственности обвиняет ЖДМ, мол, предприятие не сдает неиспользуемые в помещения в аренду. В учреждении уверены, вырученные на это деньги можно направить на оплату задолженности. Также получить необходимые средства, говорят в АПС, можно, если пустить в дело металлолом. О реакции руководства железной дороги расскажем далее. Эдуард Гроза работает на Бельском железнодорожном узле более 20 лет. Мужчина надеется, что вопрос с зарплатой будет решен. В противном случае думает уволиться, как и другие его коллеги. Из того, что я знаю, с того, о чем я разговаривала с ребятами, сегодня-завтра хотят уйти двое. Это только те, о которых я знаю. Ситуация катастрофическая. Март, апрель, май, июнь, июль. Зарплату до сих пор не получаем. Только начали выплаты за апрель. Председатель Федерации профсоюза железнодорожников Иоанн Запорожан утверждает, что власти начали выплачивать зарплаты только в трех из 35 филиалов ЖДМ. Но выплаты приостановили из-за нехватки денег. Вчера в трех филиалах из 35 закрыли зарплату за март и выплатили в двух филиалах из 35 за апрель. Осталось еще 33 апрель, мая, июнь и половина июля. Почти четыре месяца. Сумма долга на данный момент составляет 131 миллион леев. Иоанн Запорожан утверждает, что раньше они предлагали варианты решения проблемы, но те, к сведению, якобы приняты не были. Чтобы все же утрясти ситуацию, Федерация запросила прямого участия премьер-министра Дарина Ричана. Чтобы покрыть все расходы, нам нужен транзит из Украины в Румынию. Этого транзита сейчас нет, потому что Украина все транспортирует через свои порты. С февраля государству пришлось включить в бюджет 400 миллионов леев на содержание инфраструктуры и 80 миллионов леев на пассажирские перевозки. Агентство публичной собственности в создавшейся ситуации финит руководство ЖДМ, которое не сдаёт в аренду неиспользуемые помещения, а также не использует металлолом. На сегодняшний день у ЖДМ есть более 65 тысяч квадратных метров площади, не сдающиеся в аренду, то есть 65 тысяч квадратных метров территории, неиспользуемой в технологическом процессе. Также есть имущество, которым на предприятии не пользовались более 10 лет. Эти активы должны быть капитализированы, если они не используются. О каком имуществе идёт речь? В том числе металлолом. В Рио гендиректор Молдавской железной дороги, к которому мы обратились за комментарием, общаться с нами не пожелал. А пресс-секретарь правительства заверил нас, что власти ищут решения. То, что мы предпринимаем на данном этапе, это поиск решения совместно с администрацией этой компании, чтобы сотрудникам погасили долги по зарплатам. Позиция правительства в этом отношении принципиальна. Мы хотим, чтобы решения для сотрудников выявлялись на основе того потенциала, который сейчас существует в компании. Железная дорога Молдовы уже много лет испытывает проблемы с выплатой зарплат. В 2020-м компания оказалась на грани банкротства, а местные работники даже устраивали протесты. Тогда же количество сотрудников сократилось с почти 10 тысяч до чуть более 5 с половиной тысяч человек. В Молдове приближаются президентские выборы. Пройдут они 20 октября одновременно с референдумом по евроинтеграции. А в этот четверг начался период выдвижения кандидатов, а также прием заявлений на участие в плебисците. Центральная избирательная комиссия в минувшие два дня приняла документы для регистрации инициативных групп от 11 претендентов на высший государственный пост. После регистрации им предстоит собрать подписи в поддержку своих кандидатов. Ион Кику, лидер партии развития объединения Молдова, от которой и баллотируется перед своим походом в ЦИК, провел заседание с участием своей инициативной группы. Другой экс-премьер-министр Василий Тарлев, который также метит в президенты, намерен участвовать в выборах как независимый кандидат. Утверждена инициативная группа численностью 100 человек и избраны ее председатели, а также ответственные за финансы и организационный процесс. Собравшиеся в Доме профсоюзов члены партии социалистов еще раз объявили о своей поддержке Александра Стоиногла, экс-генпрокурора, который сейчас находится под уголовным преследованием за злоупотребление служебным положением, коррупцию и не только. Я независимый кандидат поддержанной партии социалистов. Надеюсь, что найдутся политические силы в Молдове, которые позже к нам еще присоединятся. Независимым идет на выборы и Тудор Ульяновский, возглавлявший МИДИИ в 2018-2019 годах. Большая честь и ответственность баллотироваться на пост главы государства. Я готов ко всему, что последует дальше. Осознаю, какую роль мне предстоит сыграть, зная, что путь будет трудным и долгим. Нынешняя глава государства намерена побороться за второй президентский срок от партии Действия Солидарность. Мой план для Молдовы ясный. Он основывается на трех основных национальных целях. Забота о людях, лучшие условия жизни, мир и взаимопонимание. Как сообщили в пресс-службе администрации президента, свою деятельность в этот период Майя Санду не приостановит и продолжит исполнять свои обязанности, а при необходимости возьмет отпуск для участия в предвыборной кампании. Документы в ЦИК подала и экс-башкан Гагаузи Ирина Влах, лидер платформы Молдова. Сегодня, 22 августа, я подала заявление в ЦИК относительно моего намерения баллотироваться в качестве кандидата на пост президента Молдовы. Впереди сложная кампания. А это мероприятие, на котором о своем выдвижении на высший государственный пост объявил лидер нашей партии Рената Усатый. Я иду вперед, чтобы принести больше света в жизни наших граждан, а те, кто посеял мрак, пусть за это ответят. Час в округе. 25 тысяч из как минимум половины районов страны. Подписные листы ЦИК будет принимать до 20 сентября. Как минимум 17 потенциальных конкурентов выразили намерение участвовать в гонке за президентское кресло. К институционному референдуму уже есть несколько политформирований, представивших свое видение, которое они будут продвигать на плебисците. Наблюдать за ходом голосования на выборах и референдуме будут в общей сложности около 800 наблюдателей. Предвыборная кампания начнется 21 сентября, а выборы назначены на 20 октября. В этот же день будет организован референдум, на котором гражданам предстоит ответить, согласны ли они, чтобы Молдова вступила в Евросоюз. Так все же, когда в школу? Этим вопросом в последнее время задавались чуть ли не в каждой семье, где есть ученики. Дело в том, что 1 сентября выпадает на воскресенье, и Министерство образования решило не переносить начало учебного года на второе. Как пояснил Дан Перчун, сделано это для того, чтобы предоставить полноценные каникулы и не сильно разделять календарный план. Но, получив множество запросов, в том числе от духовенства, ведомство передумало и озвучило новое решение. Учебные заведения вправе сами решать, когда отмечать День знаний. Но тут подключилась мэрия, заявив, что настаивает на своем варианте. Каком, узнаем далее. Положение о том, что торжественные линейки в Молдове, посвященные началу учебного года, школы могут организовать 1 или 2 сентября, поскольку первый день месяца приходится на воскресенье, содержится в циркуляре Минобразования. Вскоре после принятия решения глава ведомства отметил преимущество первого варианта. У тех, кто начнет учебный год в воскресенье, и, как правило, мы говорили о церемонии открытия продолжительностью в час, будет один дополнительный день каникул, а у учителей – доплата и один дополнительный выходной. В целом, отправной точкой первоначального решения было наше желание обеспечить, чтобы в следующем году каникулы не были фрагментированы по 2-3 дня, как было в календаре, и предоставить школьникам 5 дней каникул с понедельника по пятницу, как осенью, так и впоследствии весной, учитывая другие календарные даты – Пасха и другие праздники. Однако в мэрии подход министерства казался не по нраву. Вице-мэр Илья Чибан обратился в Управление образования с просьбой разработать приказ, согласно которому первым учебным днём в столице в этом году будет 2 сентября. Родители в растерянности и не понимают, когда все же идти на линейку. Наше мнение, что если 1 сентября в этом году попадает на воскресенье, то мероприятие нужно организовать в понедельник, 2 сентября. Учебные заведения этот вопрос решают с родителями, проводят опросы и сами устанавливают, когда идти в школу в воскресенье или в понедельник. Можем ли мы на муниципальном уровне издать распоряжение, чтобы линейки были организованы в понедельник, 2 сентября? Да, это возможно, можем издать распоряжение. Давайте рассмотрим этот вопрос, потому что не очень хорошая ситуация складывается. Всё это может породить хаос, потому что кто-то будет за, кто-то против, кто-то скажет, что не участвовал в опросе, кто-то скажет, что опрос плохой и так далее. Ну-ка, это есть окей. Ранее провести торжественные линейки в школах именно 2 сентября призвала и церковь. Учитывая, что Молдова – это страна, где среди населения преобладает православная вера, митрополия рекомендует образовательным учреждениям провести торжественные линейки в понедельник, 2 сентября. Так будет соблюдена евангельская заповедь, согласно которой воскресенье, день отдыха и участие в богослужениях отметили здесь. Тем временем, к концу этой недели стало известно, что 95% учебных заведений столицы решили проводить линейки, все же 2 сентября. К слову, по задумке Минобразования школы могут самостоятельно определять формат проведения торжественной линейки и мероприятий, которые пройдут в классах в первый день нового учебного года. Однако 2 сентября, отмечается в циркуляре ведомства, школы обязаны соблюдать полное расписание, вне зависимости от того, какую дату выбрали для школьной линейки. Тема первого урока в этом году – вместе замер для его организации и проведения директорам школ рекомендованы учебные материалы, разработанные при поддержке Совета Европы. Это были новости минувших дней, такими их запечатлили корреспонденты нашего телеканала. Оставайтесь вместе с ТВ8, чтобы не пропустить все самое интересное. Всего доброго и берегите себя!